Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. В детстве мне мама частенько готовила вареники. Всего их было четыре вида. Сладкие, с клубникой и с вишней. И не сладкие, с картошкой и с творогом. С творогом были именно не сладкие. Такой солоноватый получался творог. И очень долго я совершенно искренне считал, что других вареников с другими начинками и в принципе не бывает. До тех пор, пока в восьмом, кажется, классе не попал в Харьков. И там увидел то чудовищное разнообразие начинок для вареников, которые только мог предоставить крупный украинский город. К слову сказать, я как-то сам вареников не лепил, обходил с покупными. Но вот вспомнилась мне та поездка и захотелось приготовить. Готовлю три начинки. Классика неуядающая картофельное пюре, жареные грибы и капустная. Это будет квашеная капуста, тушено-обжаренная такая классная, яркая. Будет пир для желудка. Начну с теста, благо тут все совсем просто. Вода, соль, масло, растительное яйцо. Да, знаю, что кто-то яйцо не добавляет, но мне нравится именно с яйцом. Нужно все старательно разболтать, чтобы соль растворилась. Теперь все это в муку и замесить. Сначала вилкой, а когда начнет собираться в комок и вилка станет сложно месить, можно продолжать руками. Когда уже и в чашке станет месить сложно, нужно выкладывать на стол и продолжать на столе. Всего энергичной работы понадобится минут 10. Может и в комбайне эту процедуру проделать. Но учитывая, сколько я планирую сегодня стрескать вареников, хочу предварительно на замесе часть калорий потерять. И вот так выглядит тесто после 10 минут вымешивания. Сейчас его обратно в чашку и в холодильник. Пусть стоит, дожидается своей участи. Из начинок больше всего готовится капустная, так что с нее и начну. Репчатый лук нарубить. Масло на сковороду. Лук сюда же. Морковь нарубить также. К луку ее. Капусту промыть. Пусть стекает пока. К луку и моркови ее добавлю не раньше, чем они хорошенько обжарятся. Я пока грибов нарублю. У меня шампиньоны. Масло на сковороду. Грибы сюда же. Еще обжаренный лук понадобится для того, чтобы его в картофельное пюре потом положить. Так что и для него масло в сковороду идет. В этом случае сливочное. Пюре со сливочным маслом, мне кажется, вкуснее. Что тут за основы для капустной начинки? Все отлично. Обжарилось прекрасно. Можно класть в капусту. Сразу тмин, лавровый лист и перец. И пусть обжаривается. При периодическом помешивании, конечно. Грибы надо тоже помешивать. И, кстати, посолю их сейчас. Процесс идет. Пока картошки я начищу и отварю. За кадром, конечно, чтобы ваше время не терять. Смотрите, капуста отличная уже. Грибы тоже. Картошку надо размять. Я ее варил в подсоленной воде. В хорошо подсоленной. Мне кажется, так картошка вкуснее получается. Хотя это вполне могут быть мои личные тараканы. Вы же прислушиваетесь к своим, что они вам там шепчут. И лук сюда. Прекрасно. Можно приступать к лепке. Но подавать такие вареники, на мой вкус, лучше всего со шкварками. Поэтому перед началом лепки шкварок надо нажарить. На самом слабом огне пусть вытапливается жир. Тесто отличное, эластичное. И в таком духе продолжаю. Пока что медь не кончится. Либо тесто, либо начинка. Либо терпение. Да. Что касается соотношения. Сколько брать начинки, сколько теста. Берите примерно один к одному. Ну может быть процентов на пять, на десять начинки больше. Если кому-то не нравится вариант со шкварками, то их можно со сметаной подать. А еще можно подать с горилкой. С бортиком. Так. Ну вот это похоже картофельный. А если сверху палить топленым маслом, будет вообще бомба. Но я сегодня берегу фигуру. Здесь слишком много всего калорийного. Так. Следующий похоже будет грибной, наверное. С грибами нравится даже больше. Шампиньон хитрый гриб. Его можно сырым есть. Его можно слегка потомить. Вот как напиться, к примеру. Будет легкий аромат. А если его сильно-сильно ужаривать на слабом огне, так что он весь потемнел, почти почернел. У него получается очень такой яркий, очень такой резкий грибной вкус. Очень классный. Прям это вкусно. Готовьте так шампиньоны. Так. Ну и теперь попробуем найти капустный. Такие вареньки. Гришно есть помимо водки. Ну или помимо горилки. И даже просто вот простейские картофельные с жареным луком. Это тоже вкусно. Огромное спасибо за компанию. За лайки, за дизлайки, за репосты. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова